Конечно, на фоне первых двух игр, где мы просто проиграли, было все очень плохо, дурацкие голы. Сегодня, конечно, игра намного лучше, но результат все равно третье поражение подряд. Мы, безусловно, выложим статистику, но я думаю, там будут менее радужные цифры для нас и, соответственно, для меня. Пища для размышления, там все-таки у нас индивидуальная статистика есть, которая нам помогает. Но да, она будет, но отталкиваясь от этой игры, она будет менее радужная, повторюсь, для нас. Но матчовые эксперты обычно так и делают, отдают тому человеку, который два забил, но помните матч Арсенал-Сочи, Луценко забил два, но отдали Кокорину. Я бы отдал лучшего игрока кому-нибудь из Сиаба, вот, мне понравился защитник, центральный капитан, не помню фамилию. Юрий Горягов. Юрий Горягов, да, я бы, наверное, ему отдал. Геру слежу за ним, жду с ним каждое интервью. Спустя, ну, один определенный момент, когда он тут с Васей сидел, вот хотел познакомиться. Мои овации, фантазии, то, что они сейчас делают, как бы, мне очень нравится. Настоящая рубка, и все тяжелее, тяжелее, тяжелее нам приходится с каждой игрой. Я понимаю, я ребятам об этом говорю, что на Вас будут настраиваться, как на одних из сильнейших футболистов в городе. Спасибо им за то, что они пока с этим справляются, надеюсь, все дальше будет так. Я вообще никогда не любил команду «Золотой», вообще ненавидел эту команду, но всегда уважал эту команду. Я считаю, что это сильнейшая команда была. А «Волну», наоборот, я очень уважал и любил, в принципе, вот так, любил. Я считаю вот так, что, во-первых, сейчас «Золотого» нету у «Волны», мне кажется, это определяющий сезон, сезон, и они должны доказывать, что это самая сильная команда, как я раньше говорил. Как и мои футболисты, так и я тоже должен расти, наверное, с ними. Если я не буду расти с такими футболистами, то, ну, грош мне цена, наверное. Уважайте соперника. Если команда моя будет уважать соперника, ей будет в два раза легче. Парень один какой-то, нет, не парень, парнишка какой-то, когда счет 2-1, он забивает, там говорят 2-1, какой 2-1, надо 5-1. Так скажи это при счете 0-0, скажи нам, да, это что мы сейчас вышли, вас 5-1, там, то есть, а почему бы мы десятером уже никакие, да, мы уже добиты и солнцем, и ребятами. Так-то вопросу, что они сильные, никаких. Но то, что и мы можем играть в футбол, мне кажется, тоже мы не оставляем таких вопросов. Поэтому уважайте, ребят, не будете уважать, ну, не будьте, значит, не будьте, встретимся на поле и все, как бы докажем. Мне нравится эта головная боль, мне нравится то, что у нас такой потвор футболистов, то, что люди хотят за нас играть. Да, головная боль, но это приятная головная боль, вот, я готов к обидам, я это все возьму на себя, вот. Вот, моя просьба к ребятам только думать о футболе, а не думать, кто сколько минут провел. Если они каждый сыграет, не важно, сколько минут в свою силу, то мы, сейчас не выпендриваюсь, я считаю, я им тоже это говорю, мы можем проиграть, только сами себе. Коллега сказал, что у них там дубль, да, есть, у нас, к сожалению, в этом году дубля нету, поэтому, если кому-то нужны игроки, а нашим ребятам нужна практика. В общем, это, я хочу, если кому-то нужны пару игроков хороших, если вас не тревожит вес игроков, рост и все такое, то прошу вас, берите наших игроков, нам нужна практика. Команда еще ищет себя, можно сказать, не поняла еще, куда заявилась. Одно дело играть, там, я не знаю, в других турнирах, другое дело в лучшем турнире города, поэтому, ну, нужно делать выводы и двигаться вперед. Результат есть результат, даже если он отрицательный, есть на чем подумать, поработать. Я бы хотел пожелать здоровья всем нашим ребятам, многочисленному нашему десанту «Лазарета». Это и Рома Сорокин, это Юра Родинков, это Арсена Миянс, это Карлен Дорчинян, это Тюфанов Даниил, Сереже Гукасов вчера заработал. У меня человек 8, выпало только из-за травм, вполне возможно, Галкин, на которого большие надежды. Да, у многих мышечные травмы, кто-то где-то, там, Сережа вчера неудачно упал, кали центрального защитника. Случайно нам повезло с Сашей Кировым, это действительно случай, просто, там, и зашел в контакт, увидел на него фотографию в футболке сборной Казахстана. То есть это дело случая, там, кто тренируется в команде, тот и играет. Мне кажется, с заменами мы немножко так как-то не угадали. Надо было не семерку меняться, а оставлять, там, 2-3 человека из костяка в первой семерке, так скажем, и 2-3 человека во второй. Поэтому, если честно, немножко сонными выглядели в первом тайме, как будто бы здесь нам нужно добавлять в дисциплине, в организованности. У нас один игрок подбежал, там, на подсвисток, а он еще капитан, поэтому ему, конечно, вообще строгий выговор, иначе капитанской повязки этот лишим. Вопрос. Кто из вратарей сегодня больше ставил совершил? А я не знаю, наверное, мне кажется, наверное, может быть, я. Еще и под заявим, там, когда у нас заявка открывается, уже. Да у вас-то и так много, подожди. Ну, в связи с тем, что мы не забили пенальти, как бы, мне кажется, лично мое слабое мнение, что мы сегодня погибли лучше района. Вот, наконец-то, первая ничья с района, потому что мы до этого проигрывали везде, в том числе и в товарищеских матчах, как бы. Сегодня набрали первое очко, как бы, в чемпионате, но будем двигаться дальше. Ну, меняться не любят все и всегда, это во всех командах, то есть, ну, одно дело, когда там люди играют за деньги и меняются, они молчат, здесь все играют без денег, понятно, обижаются, хотят играть. Но играют те, кто сильнее, как я вижу. Как я вижу, так и делаю. Ну, мы, да, мы, соответственно, решили поменять схему, там, 3-3-1 будем играть с тремя защитниками, потому что в том году мы, ну, к сожалению, достаточно много голов пропустили, как бы, именно из-за того, что нам где-то в обороне не хватало одного лишнего человека. Потому что в том году мы до 100 обырали, может быть, и в этом обыраем, кто знает. Посмотрим, надо дожить этот момент. Вот, опять же, интрига была до конца, поэтому, в общем, я думаю, все, кто смотрел сегодня трансляцию, получили удовольствие. Первый тайм начали сонно, это было видно, сразу пропустили. Ну, потом, да, как оппонент говорит, выровняли, и времени не хватило. Я уже РФу говорю, добавь хотя бы 10, дай выиграть. А он даже 5 не добавил. Ну, РФа такого надо менять, это не дело, конечно. Так, в принципе, ребята молодцы, наверное, на сборы съездили куда-то в Турцию, хороший темп, все бегут куда-то, непонятно. Ну, а потом, в принципе, чуть времени не хватило. Когда-то везет, когда-то не везет, сегодня не повезло. Чем мотивируем? Ну, у него ставка, он на контракте 1300 рублей в месяц с моим платьем, поэтому, в принципе, почему бы не поездить? О, могу сказать одно, сегодня, когда во втором тайме вышли в два нападающих, и я сказал, Витал, смотри, можно в середину сыграть. Он сказал, не, я пойду в нападение, это хороший знак, значит, ему там нравится, он получает удовольствие, он забивает, он дает. Дай бог, я желаю ему такую удачу, дай бог, чтобы он стал, не знаю, лучшим бомбардиром и забивал за нас постоянно. В прошлом году продолжилось в этом, их ребята за нас не ездили, а, соответственно, наших ребят, которые получали, соответственно, мало времени, их туда не брали. И в конечном итоге мы с Дмитрием Масашвили решили, что надо делать точный дубль, потому что у нас приезжает на игры 16-18 человек, парням спасибо за это, явка шикарная. Но мы поняли, что, соответственно, там 7-8 за меня, но мы не золотой, это перебор. Это все хитрости заявки, да, мы там нашли лазейку, что мы заявили 70 футболистов, и они все могут играть у нас в первой команде. Это организаторы не доработали. Если бы мы первой командой тренировались, то это вообще был бы космос, наверное, бы все команды Суперлиги сбрасывали, чтобы мы поехали выиграть Континентальную лигу. Да, Саша и в прошлом году опаздывал, получается, у него как лето все, отпускные месяца, живет далеко и подъедет только к сентябрю, да, говорит, что готовится там, каждый день тренируется, присылает фотографии с Джек Дэниелсом. Субтитры сделал DimaTorzok